Сбербанк России дарит городу, дарит области, дарит нашим клиентам первый, первый в нашей области, первый в нашем городе центр развития малого бизнеса. Малый бизнес, средний получит новый виток в своем развитии в нашем городе, и это послужит дальнейшему процветанию нашего города. Еще один шаг навстречу клиентам, говорил, перерезая ленточку, глава Орловского отделения Сбербанка Михаил Зайцев. Не секрет, что малый бизнес в нашем регионе очень-очень развит, соответственно, нашей целью является оказать все услуги в одном месте. Юридические лица, придя в Сбербанк, могут на месте получить консультации и страховщиков, и налоговиков. Универсальность услуг – главный принцип центра развития бизнеса, рассказывали банкиры уже в конференц-зале. Если вчера для нас с вами привычный образ телевизора был большой ящик, то сегодня это уже тонкая панель. Если вчера телефон – это на кухне, а сегодня в кармане. То есть вот такие кардинальные изменения касаются, конечно, Сбербанка. Любопытен и стиль обслуживания в этом новом центре развития малого бизнеса. Менеджеры не сидят за перегородками, клиенты здесь встречают. Предприниматели уверены – такой формат общения облегчит работу. Нас очень радует, что на сегодняшний момент действительно Сбербанк повернулся к нам в лицом. И сейчас доступный кредит доверия, который помогает нам в бизнесе очень. Строительные компании сейчас работают без финансирования, на собственные средства. Иногда этих средств не хватает, поэтому приходится пользоваться услугами кредитных организаций. Как правило, клиенты хотят очень быстро, чтобы все было оформлено, быстро выдачить денежных средств непосредственно. Конечно же, новоформатный офис на Октябрьской существенно отличается от всех аналогичных. Консультации по линейке банковских продуктов и услуг, проведение семинаров, услуг, ориентированных на развитие бизнеса. Для пущего комфорта в Центр развития бизнеса оснащен еще и интернет-кафе. Что отрадно, в Сбербанке не забывают и профизлиц. Рядом распахнуты двери еще одного нового офиса.